Основные принципы выбора техник при коррекции губ. Если вам нужно поработать на высоту, то есть вы померили, вы видите. Значит, как нам с вами понять, высота или объем? Когда мы смотрим пациента, мы смотрим длину рта, мы смотрим кожаную часть, мы смотрим высоту верхней и нижней, рассчитываем препарат. И следующим мы смотрим линию ритекса. Линия ритекса – это линия, проведенная от кончика носа к подбородку. Линия ритекса – это линия, проведенная от кончика носа до подбородка. Верхняя губа от линии ритекса должна отступать на 0,4 мм. Нижняя губа должна от линии ритекса отставать на 2 мм. 2 мм. 4 мм. Если вы видите, вы провели линию ритекса, линеечкой, и если вы видите, что у вас нижняя губа или верхняя губа к линии ритекса присоединяются, то либо вы работаете техниками на высоту, ну, например, плоски, баланда, вот эти все техники, то тогда вы выбираете технику на высоту. Если у вас пациент хочет объемное моделирование губа, то есть вперед, чтобы губки пошли, вам тогда нужно будет сделать моделирование подбородка. Вперед, да, выдвинув вперед подбородок у полообразной техники, про которую я рассказала, вы отодвигаете линию ритекса, и вы можете работать как на высоту, так и на объем губа. На высоту губ работают все вертикальные техники. Это техника веерная, это парижская техника, да, это все, что касается высоты, это все у нас с вами будет высота верхней губы. Нижняя губа точно так же. Пожалуйста, вы можете веерной технике работать, вы можете взять парижскую технику, то есть все техники, когда мы с вами сходим и делаем вертикальные веерные. Губы разделяются на несколько частей, на три части. Первая часть – это вермиллион, субвермиллион, граница красной, каймы и слизистой. И в зависимости от того, куда вы введете препарат, вы тоже можете получить те или иные эффекты. Субвермиллион – это высота, граница красной, каймы и слизистой – это объем, боковая проекция. Для работы на объем, как правило, это волюстные техники.